В Дагестане вновь заработало Махачкалинское протезно-ортопедическое предприятие. Около года люди ждали его открытия, а многим приходилось обращаться за помощью в другие регионы. Отзывы пациентов услышала моя коллега Наталья Ханбабаева. Протезы, медицинская помощь, ортопедическая обувь – всем этим своих пациентов обеспечивает предприятие. Но раньше, как говорят сами инвалиды, это делалось с постоянными перебоями. С января этого года у учреждения новый руководитель и новая жизнь. С моей стороны я сделал все возможное для того, чтобы это предприятие существовало и оно функционировало, как когда-то в былые времена. Я еще раз созываю, что просьба оказать помощь, поддержать все мести. И все мести, если мы данную проблему ощутим как свою, то мы сможем ее осилить и привести в порядок. Сейчас в стационаре находится 11 человек. Одна из них – Салтанат Гибекова. Ей ампутировали ногу около года назад. Женщина была уверена, что протез и лечение она сможет получить только в Москве. Ее обрадовал звонок из махачкалинского протезно-ортопедического предприятия. Мне позвонили сразу, мне говорили, здесь закрыт, вот, почти здесь не откроется. Я думала, как мне пойти, надо же мне научиться. А потом сказали, прям 10 дней прошло, на 11 дней сказали, новый директор пришел, он открыл этот. Дай Аллах здоровья этому человеку, Борисовичу, то, что он открыл это, то, что мы смогли сюда прийти, то, что я уже имею ногу и смогу отходить. Посмотреть, как возрождается учреждение и пообщаться с пациентами пришли спортсмены и депутатский корпус. Они пообещали оказать поддержку в дальнейшем развитии. Тем более, у некоторых из них есть друзья и знакомые, которые столкнулись с ампутацией конечностей. И опять-таки вопрос шел, человек без ноги уже неделю в себя ушел. И когда ему показали картинки, как в протезах люди бегают, как люди работают, уже неделя проходит, человек совсем другой, уже настроение, уже он появился, даже с ватсапа везде исчез, тут появился шутки уже этот. У людей были и просьбы к депутатам. Они надеются, что прилегающую к медучреждению территорию смогут привести в порядок. Здесь элементарно, вот то, что можно было сделать, скамейки, беседки, ничего, никаких условий нет для нас. Сделали протез, походили, лето, жарко, можно выйти во двор. Сейчас невозможно, вы посмотрите, какие плиты там. Люди с ОВЗ надеются, что и дальше предприятие будет функционировать и выдавать качественные протезы. Ведь они устали выезжать за помощью в другие регионы. Наталья Ханвабаева, Саид Кутив, Рамазан Амаров, Юсуп Гази Амаров. Время новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова